В эфире телеканала Хабар 24 новости. Меня зовут Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Почему внедрять на производстве современные технологии выгодно, рассказали эксперты на форуме в Астане. Его участники презентовали новые цифровые проекты, способные упростить сложный технологический процесс на предприятиях. Говорили спикеры и о том, что многие заводы и фабрики в Казахстане уже готовы к внедрению элементов индустрии 4.0. К примеру, не так давно в Казетамброме на скважинах установили датчики для сбора информации. Они помогли предприятию оптимизировать рабочий процесс и сэкономить бюджет. Информация нам поступала в наш институционный центр и аналитика нам позволяла принимать правильно обоснованные решения. Причем количество, точнее объем расходов мы смогли уменьшить на 10%. Это и есть выгода от внедрения такого рода проектов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть у компаний, которые внедряют технологии Internet of Things, компаний, которые разрабатывают эти технологии, дилеры, поставщики устройств этих. С всех этих сторон есть вопросы друг к другу, скрыть эти углы для того, чтобы эта индустрия развивалась. Вот основная идея. В Костанайе открылась индустриальная зона. Ее площадь 400 гектаров. На этой территории планируют поставить несколько десятков заводов. Инвесторам предоставляют земельный участок под строительство и готовую инфраструктуру. Такие условия заманчивыми сочли бизнесмены из Китая, Польши и России. Партнеры из соседней страны уже начали возводить универсальный сборочный цех. Что здесь будут выпускать, узнавала Наталья Строкова. В индустриальной зоне российская компания получила 3 гектара земли. Сейчас первый инвестор ведет строительные работы, а уже весной планирует начать выпуск продукции. Это будут пассажирские лифты. В перспективе годовой объем производства составит 1500 подъемников. Мы рассчитываем не только на поставки на территорию Республики Казахстан, но и на поставки в соседние сопредельные государства, в том числе в страны СНГ. В перспективе в дальние зарубежья. Комфортные условия инвесторам создают не только предоставлением участков и подведением инженерных коммуникаций. Для них планируют создать свободную экономическую зону. Сейчас уже документ вышел с администрации президента СССР Казахстан, и правительство занимается. Кроме того, мы еще преференции предоставим по налогам. Это будет большая помощь для инвесторов. На первом этапе в индустриальной зоне под застройку выделено 120 гектаров земли в числе крупных инвесторов Китай. Бизнесмены этой страны планируют вложить в производство автокомплектующих деталей более 1 миллиарда американских долларов. В будущем на территории индустриальной зоны планируется разместить такие предприятия, как химическая промышленность, текстильная промышленность, машиносборка, деревообрабатывающие предприятия по выпуску строительных материалов. Второй и третий этапы строительства индустриальной зоны стартуют после того, как заводами обрастет ее первая часть. Сейчас на территории есть газ, вода, свет и связь. Развивать инженерную инфраструктуру в индустриальной зоне продолжат и в следующем году. На эти цели из республиканского бюджета направят более 2,5 миллиардов тенге. Помимо коммуникаций здесь появятся автомобильные дороги и железнодорожные пути. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар, 24. Бройлерных цыплят начали выращивать в Западно-Казахстанской области. Глава государства во время телемоста запустил в селе Щапово Зеленовского района первую в регионе бройлерную фабрику мощностью 7 тысяч тонн мяса цыплят в год. Стоимость проекта 4,2 миллиарда тенге. С открытием этого предприятия на местных прилавках появится свое охлажденное мясо птицы, которое постепенно вытеснит привозной продукт. Сегодня основная доля куриного мяса ввозится в регион из Украины, России и Белоруссии. Открытие этого крупного птицеводческого предприятия позволит, во-первых, на 60% сократить импорт, во-вторых, обеспечить дешевым и качественным куриным мясом весь Западный регион. Специалисты подсчитали, что ежегодно западно-казахстанцы потребляют до 10 тысяч тонн мяса птицы. Мощность новой птицефабрики рассчитана на эту потребность покрыть. Для этого в сезон здесь будут выращивать 3,5 миллиона цыплят. Причем на предприятии весь производственный процесс закольцован, начиная от выведения яйца, его инкубирования, до выращивания и от корма бройлеров. Здесь же на месте идет переработка сухопродуктов и утилизация отходов. Из 50-граммового яйца за 42 дня специалисты получают 2-х килограммовых кур. У нас имеется свой кормоцех, где мы закупаем у местных крестьянских фермерских хозяйств зерно. Также закупаем сою и минеральные витаминные добавки для хорошего роста. Это экологически чистая продукция, так как кормом основным является зерно, выращенное в Западной Казахстанской области. Все процессы автоматизированы, поэтому специалисты повышали квалификацию за рубежом среди 180 работников, трудоустроенных на новом предприятии и выпускник местного вуза Рейнбек и Жасангалиев. Я работал на предприятии еще во время учебы. В этом году окончил университет и меня взяли на постоянную работу. Прошел обучение в Белоруссии. Там научился новым технологиям. Ожидается, что 90% продукции птицефабрики покроют внутренний рынок. Остальные 10% будут экспортироваться. В этом году по карте индустриализации мы вводим 10 проектов. Из 10 проектов 6 являются экспортоориентированными. И большее внимание уделяем на промышленную производство, переработку сельскохозяйственной продукции. С начала года доля экспортируемой из региона продукции увеличилась на 10%. Надо отметить, что если раньше это в основном были нефтепродукты, то теперь все больше за рубеже реализуются продукты питания, товары легкой промышленности и строительные материалы. А северу Салиева была Джарлгасовка, Нат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. В ходе общенационального телемоста глава государства отдал старт еще одному проекту строительства интегрированного газохимического комплекса в Итравской области. На первом этапе в регионе будет налажен выпуск 500 тысяч полипропилена в год. Стоимость этого проекта 231 миллиард тенге. В последующем мощность газохимического комплекса общей инвестиции, в который превысит 900 миллиардов тенге, расширится. Рядом с первым заводом будет построен еще один, ориентированный на выпуск полиэтилена. В целом мощность комплекса достигнет 1 миллиона 250 тысяч тонн полипропилена и полиэтилена в год. В смежных отраслях промышленности ожидается создание до 3000 рабочих мест. Часть полимеров послужит сырьем для производства более чем 50 видов готовой продукции. От одноразовой посуды до сложных деталей в автомобильной промышленности. Остальное пойдет на экспорт. В период строительства будет вовлечено порядка 5000 рабочих. В период эксплуатации будет создано до 500 рабочих мест для высоковолисторного персонала. Продукция востребована на всех рынках. Наши рынки – это Китай, Европа и Турция. Порядка 90% будет отправлено на экспорт. А сейчас информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам утренней сессии курс доллара составил 334 тенге, 90 тенгинов. Объем сделок превысил 56 миллионов в американской валюте. Казахстан возглавляет три наиболее ответственных санкционных комитета Совета безопасности ООН по борьбе с Тегил и Аль-Каидой, движением Талибан, а также по Сомали и Эритреи, где активно действует террористическая группировка Аш-Шабаб. Очередную повестку дня Совет безопасности ООН посвятил этим важным вопросам угрозы мира. Основным докладчиком стал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Он рассказал о деятельности санкционного комитета 1267 в отношении Тегил и Аль-Каиды и угрозе, создаваемой террористическими актами, сообщает наш собственный корреспондент США Майра Абдрахманова. Согласно региональному анализу, основанному на докладах и оценке групп по наблюдению перемещающимся боевики, представляют собой растущий вызов международной безопасности. По словам постпреда Казахстана, они наращивают сеть Тегил в регионах. Кайрат Умаров отметил мероприятие санкционного комитета, направленное на активизацию сотрудничества государств-членов организации с санкционным режимом, в том числе посредством внесения имен физических лиц и названия организации в санкционный список. Для того, чтобы содействовать полноценному выполнению санкций, председатель комитета проводит поездки в ряд стран. Я посетил Малайзию и Сингапур с 28 по 31 августа и Афганистан с 28 по 31 октября этого года, а также побывал в Краснодаре Российской Федерации для того, чтобы участвовать в 16-м совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов. Моя поездка в Узбекистан состоялась в рамках пятой научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Подобные поездки помогают комитету ознакомиться с тем, как идет реализация санкционных мер и способствует диалогу с национальными властями. В Вене сегодня начинается 24-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участницу БСЕ. В его работе принимает участие глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов. Накануне заседания глава казахстанского форин-офиса встретился с президентом Австрии Александром Вандербелленом. Глава австрийского государства поздравил Казахстан с успешным проведением международной выставки Астана-Экспо-2017. Он отметил весомый вклад руководства Казахстана в деэскалацию конфликта в Сирии и другие миротворческие усилия страны. Александр Вандербеллен особо подчеркнул роль президента Назарбаева в укреплении мира без ядерного оружия. Собеседники обсудили плодотворное взаимодействие двух стран в ООН и ОБСЕ, а также сотрудничество Казахстан-ЕС. Австрия активно участвует в реализации стратегии ЕС для Центральной Азии и готова развивать партнерство по транзитно-транспортным и инфраструктурным проектам. Во время встреч Кайрат Абдрахманова с представителями австрийско-казахстанского общества экономических и деловых кругов обсуждена также реализация реформ третьей модернизации Казахстана и Рухани Жангару. Вице-президент экономической палаты Австрии Рихард Шенц отметил, что Австрия поддерживает дальнейшее проведение социально-экономических реформ в Казахстане и готова участвовать в привлечении инвестиций в несырьевой сектор. Особую заинтересованность вызывает развитие Международного финансового центра «Астана», а также создаваемые на базе Экспо-2017 хаб-IT стартапов, Международный центр зеленых технологий и инвестпроекты. Братские отношения между Казахстаном и Узбекистаном становятся крепче. Только в текущем году товарооборот между двумя странами увеличился на 30%. Об этом стало известно на встречу, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и Дню независимости Казахстана. На встречу под названием «Казахстан и Узбекистан. Прошлое, настоящее и будущее» собравшиеся дипломаты и представители интеллигенции отметили, что президенты двух стран сформировали центрально-азиатскую модель солидарности и процветания. Еще на заре независимости две страны были одним из первых, кто всячески поддерживал друг друга. Сегодня благодаря тесному сотрудничеству в Казахстане работает порядка 800 узбекских предприятий, а в Узбекистане при поддержке казахстанских инвесторов функционирует порядка 200 компаний. В будущем эти показатели вырастут, считают участники. В следующем году планируются совместные военные учения, что увеличит сотрудничество в сфере безопасности. К слову, 2018 год объявлен годом Узбекистана. В Казахстане это еще больше укрепит братские отношения между странами, считают дипломаты. За 25 лет пройден огромный путь вместе. Путь нелегкий, сложный. У нас экономики как будто так сложены, как пазл. Они соединяются прочно и дополняют друг друга. Мы друг с другом не конкурируем, а дополняем друг друга. И это дает хорошую возможность для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Несомненно, 2017 год стал годом больших достижений. Казахстан и Узбекистан реализуют большие инвестиционные проекты. В этом году торговый оборот между странами увеличился до 30%. Улучшились двусторонние отношения. США признали Иерусалим столицей Израиля. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Глава Белого дома уже поручил Госдепу начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Я принял решение официально признать Иерусалим столицей Израиля. В прошлом президенты США говорили об этом в предвыборных речах, но никогда не шли до конца. Сегодня я исполняю обещанное. Я рассудил, что это решение в интересах Соединенных Штатов Америки и в поиске мира между Израилем и палестинцами. Решение Дональда Трампа вызвало как позитивную реакцию Израиля, так и негативную со стороны стран Ближнего Востока и Европы. Несогласны с Трампом, в частности Великобритания, Германия, Франция. ЕС утверждает, что статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что признание Вашингтоном Иерусалима столицы Израиля противоречит нормам международного права. Решение Трампа нарушает международные резолюции и соглашения, а также противоречит существующему консенсусу. Это означает, что Соединенные Штаты лишаются возможности быть эффективным посредником в мирном процессе по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Столица Греции охвачена беспорядками. На улице Афин вышли протестующие в масках. Они забрасывают полицейских бутылками, зажигательной смесью, камнями и сигнальными ракетами. По данным СИЛ правопорядка сейчас уже задержано 22 человека. Известно, что причина массового нападения годовщина убийства 15-летнего подростка полицейским. Напомню, в 2008 году Андреас Григорополос при непонятных обстоятельствах был застрелен представителем СИЛ правопорядка. Тогда его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране. Теперь это стало ежегодной традицией. К слову, в 2014 году в результате аналогичных столкновений только в районе Политехнического университета муниципальные службы собрали 50 тонн камней, которыми протестующие забрасывали полицию. Самый засушливый год в истории наблюдений. Новый климатический рекорд отмечают ученые в Италии. В течение двух последних столетий такой засухи, как в 2017, на полуострове никогда не было. Количество дождей сократилось на 30%. Острый дефицит осадков на территории страны можно было наблюдать с февраля по октябрь. Обмеление озер и рек привело к созданию напряженной ситуации не только с поливной, но и с питьевой водой. Часть урожая, злаков, овощей и фруктов была уничтожена засухой или пожарами. По предварительным данным, убытки аграрной отрасли Италии из-за погодных условий составили в этом году больше 2 миллиардов евро. Сельскохозяйственный ВВП страны сократился на 7% согласно статистике. Климат этого года можно считать аномальным, говорят ученые, но не исключено, что в будущем он станет нормой на пенинах. Ученые говорят о годе уходящем, как о самом засушливом в истории. Он в то же время был одним из самых жарких, я хочу добавить. Засуха и высокие температуры – два этих фактора вместе спровоцировали сильнейший стресс для всех выращиваемых в стране культур. Не хватало дождей и запасов воды, которые должны были сформироваться зимой, но не сформировались. В итоге мы получили значительное сокращение урожая, а в некоторых случаях он и вовсе был уничтожен. Растения просто сгорели на полях. Более 4 миллиардов тенге потратил на развитие родного аула меценат из Приоралия Абзал Яралиев. За несколько лет он привел в порядок дороги, построил инфраструктуру и десятки социальных объектов. А в преддверии декабрьских праздников подарил новое здание сельскому Акимату. На малой родине мажоресмен и герой труда Казахстана побывала Райхан Тажибаева. 80-летний кинезбек Баймаханов помнит непростое время, когда на заре независимости аул Нагиль Ясова пришел в полный упадок. Один за другим закрывались производства, люди теряли работу и покидали насиженные места. Теперь это уже история, говорит Аксакал. Все изменилось, когда Абзал Яралиев 15 лет назад взял аул в доверительное управление. Будучи бизнесменом, вкладывал в него не просто деньги, а свою душу. Отремонтировал дороги, построил новые здания, провел центральное теплоснабжение и водопровод. Сейчас у нас есть все и нет коррупции, безработицы, преступности. Живем дружной семьей. Все благодаря Абзалу. Он настоящий патриот. Ежегодно на развитии озеленения и благоустройства родного аула компания Абзала Яралиева, которого возглавляет уже сын мецената, отводит свыше 100 миллионов тенге. Сейчас здесь появилась своя мечеть, рисоперерабатывающий завод и дворец спорта. В последнем вырастили трех чемпионов региона и страны. А накануне в новое здание переехал местный Акимат. Инвестор аула компания Абзала Яралиева обеспечивает работой 380 человек и решает дефицит кадров. Спонсирует обучение в российских вузах, необходимых нам агрономов и механизаторов. В других селах отток молодежи, а у нас молодые специалисты работать возвращаются домой. К примеру, в Акимате половина коллектива моих ровесников. Освещенные улицы, роскошный ресторан и даже миниатюрная копия лондонского биг-бена. Сегодня Аул Нагильясова стал визитной карточкой региона. Достижение – результат социальной ответственности бизнеса. Ответственности, которую несет истинный патриот, чьи поступки и мысли всегда направлены на благо своей большой и маленькой родины. Райхан Тажбаева, Ханат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Казлардинская область, Хабар-24. Туркестан с честью справился со своей миссией и оправдал титул культурной столицы. Такое мнение высказали представители стран-участниц Тюрксой. На закрытие года Туркестан – столица тюркского мира. Город в полной мере продемонстрировал все духовное богатство этносов, проживающих в Казахстане, и внес свою лепту в укрепление дружеских и братских отношений между тюркоязычными народами. Теперь Туркестан передал символы столицы турецкому городу Кастамону. В этом году под эгидой Тюрксой в Туркестане прошло больше 40 различных мероприятий и событий. Это фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства, сатиры, выставки книг, встречи с писателями, поэтами, художниками и айтысы. Но все эти творческие вечера связывала одна тема – уважение к культуре разных народов и любовь к своей. За этот год о нашей культуре и традициях узнали не только в тюркоязычных странах, но и представители других народов. Мы стали ближе друг к другу, укрепились братские отношения между нашими народами. И мы очень рады, что все это благодаря нашему городу. Десятки концертов познакомили казахстанцев с искусством разных стран, говорят участники соседания Постоянного совета министров культуры, стран-участниц в Тюрксой. В планах на будущее отметить юбилейный год казахского поэта Макжана Жумабаева, кыргызского писателя Чингиза Итматова и азербайджанского композитора Хара Караева. Все это решено провести в турецком городе Кастамону, который принял у Туркестана эстафету культурной столице. Мы впервые объявляем год сразу трех известных личностей. Раньше такого не было. Таких талантливых людей в тюркском мире очень много. Есть и знаменитые исторические личности. Поэтому работы предстоит еще много. И мы этому рады. Церемония закрытия года Туркестан, культурная столица туркского мира, завершилась галоконцертом. Коллективов из Адербайджана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана, Саха-Якутии и республики Тыва. Концерт продолжил праздничный салют. Наталья Цудурмахал Мусатов и Дурмахал Муратов. Южно-Казахстанская область. Хабар, 24. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. До встречи в ухо. Субтитры создавал DimaTorzok